Сближение с Востоком. Курская область и Социалистическую республику Вьетнам теперь связывают не только давняя дружба, но и намерение сотрудничать. Документы, гарантирующие это, были подписаны во время презентации нашего региона в Москве. Более 40% внешнеторгового оборота Курской области приходит с иностранных дальнего зарубежья. К примеру, с Вьетнама в 2012 году он составил порядка полутора миллионов долларов. Но встреча в посольстве республики в Москве самым благоприятным образом отразится не только на экономических связях. Очень долго был на Каринской ярмарке. В этом году вьетнамское представительство пополнило выставочные ряды в местечке Свобода. На встрече в посольстве прозвучало ответное предложение курянам – посетить республику. Не только познакомиться, но и завязались контакты, чтобы это дало потом результат. Презентация экономического и инвестиционного потенциала области от руководителей отраслевых комитетов администрации. Готовые коммерческие предложения от курского бизнеса. Около 20 компаний приняли участие в так называемой бирже контактов. Инвестирование, совместные предприятия, поставки сырья и готовой продукции. Параллельно решали один из главных вопросов эффективного производства – кадровый. Возможно, уже со следующего года начнет работу программа студенческого обмена с Вьетнамом. Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы небольшая хотя бы группа была ребят, которые бы поучились на вьетнамском, то будем учить на вьетнамском языке, их бы слава, год до отъезда. Это тогда мы обсудили вопрос о приглашении преподавателя вьетнамского языка уже из Вьетнама. О взаимном интересе и многообещающих перспективах можно судить по количеству документов, которые подписали стороны. Пять соглашений о сотрудничестве, четыре протокола о намерениях и меморандум. И мы заверим вас, что со стороны посольства и будем вместе с руководством Курской области сделать все от нас завершающее для успешного представления в жизни этих соглашений. Вьетнам – это действительно стратегический партнер Российской Федерации. Ну а что касается нашей области, во-первых, мы работать здесь и сами так планируем, и я думаю, нас обстоятельства обязывают в унисон с руководством страны. А второе – это создать условия для наших хозяйствующих субъектов для осуществления контактов. Сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, обогащение, в том числе культурное, обновление отношений между Курской областью и Республикой Вьетнам – события международной значимости. Но в первую очередь это взаимное развитие, от которого выиграют и жители. Татьяна Симоненко, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕЙМ